Детский сад в Саранпауле Прямо сейчас это наши новости в студии Альфея Сенгатулина. Здравствуйте! В рамках рабочей поездки в Саранпауле губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с родителями воспитанников детского сада Олененок. Губернатор лично оценила степень готовности строительного объекта. Позже Наталья Комарова встретилась с жителями Саранпауля. Что обсудили сельчане с губернатором, расскажет Ирина Будникова. В ходе рабочего визита 7 августа губернатор Югры Наталья Комарова в селе Саранпауль осмотрела строительство детского сада Олененок, корпус номер 2. Срок сдачи данного объекта в эксплуатацию в октябре этого года. В данный момент идут работы по благоустройству территории, подходит к завершению внутренняя отделка помещений, идет подключение коммуникаций. В новом здании будут получать дошкольное образование 60 детей. На первом этаже разместится группа с 2 до 3 лет. На втором этаже две возрастные группы с 3 до 4 лет и с 4 до 5 лет. Дополнительно на работу в детский сад Олененок будут принято 6 человек из числа жителей Саранпауля. Во время встречи с представителями подрядной организации, коллективом детского сада Олененок, родительской общественностью, Наталья Комарова отметила, что подрядчик не только не опаздывает по графику, но и опережает его. Вот редкий, когда не то что по главному, а с некоторым отрежением идут работы, поэтому вас нужно будет как эталон затачивать и других подрядов организаций, заказчиков общества понимать, как можно работать на самом деле. Что есть, оказывается, правила, которые если их выполнять, то не приводит долгое строение. В здании Саранпаульского дома культуры состоялась встреча с детским стойбищем в Манюскве, которая в этом году отмечает 25-летний юбилей. Как рассказали воспитанники, работники, учителя, для них маленький городок это любовь, солнце, жизнь, дети, развитие, друзья. Ежегодно, каждое лето в лагере дети погружаются в национальную культуру, изучают историю, осваивают народно-прикладное творчество, учатся танцам, песням, принимают гостей из других регионов, ставят спектакли, рисуют комиксы. Губернатор Наталья Комарова отметила вклад организатора в стойбище. Спасибо большое за любовь, за наслойчивость, за последовательность, за такую увлеченность, за то, что такое большое количество детей проходит через ее руки. И я уверена, что только лучше становится, помогаю, что родители тоже поддерживают это мнение, направляя детей в эти добрые, заботливые руки, которые любовь дарит для каждого из нас. Во время разговора с жителями Сранпауля одним из первых был задан вопрос о школьном автобусе, который функционирует во время учебного года всего 4 месяца. Решение данного вопроса не требует отлагательств, заметила Наталья Комарова. К 1 сентября учебного года, 19-20, власти примут решение по всему Березовскому району об использовании транспорта для перевозки школьников с учетом запроса, который сейчас прозвучал, в течение учебного года. Правильно вы поняли? Да. Ну, во-первых, я проконтролирую, во-вторых, я проверю, как выполняется стандарт. Острыми вопросами остаются на сегодняшний день снабжение аптеки лекарственными препаратами, нехватка врачей в больнице. По словам жителей, в селе не хватает спортивного комплекса, строительство которого способствовало бы решению проблемы занятости детей, подросткового возраста и молодежи. Также все жители поселка ждут подключения высокоскоростного интернета. Срок сдачи этого проекта – середина октября этого года. Ирина Будникова, авторское телевидение «Березова», «Саранпауль». В «Саранпауле» отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 2 августа из-за подтопления жилых домов и придомовых участков. Была проведена работа комиссии по определению ущерба. На сегодня 7 семей, чьи дома были подтоплены, получили единовременную компенсацию в размере 40 тысяч рублей. Также компенсации будут выплачены людям, содержавшим сенокосные угодья. Из-за большой воды заготовка сена стала невозможной, так как покосы тоже оказались в зоне подтопления. Их компенсация составит 30 тысяч рублей. Также помощь будет оказана по восстановлению жилья. Кроме этого, в «Саранпаульской больнице» ведется вакцинация от дизентерии. Со дня на день должны начаться ремонтные работы моста на Режах. Согласно данным строительного паспорта объекта, работы должны были начаться еще 5 августа. Известно, что подрядная организация уже в пути. Напомню, что дата начала ремонта откладывалась, потому что не был определен подрядчик. Требования к подрядным организациям, реставрирующим объекты культурного наследия, очень высокие. В частности, необходима лицензия на работы по дереву. Мост будет полностью разобран. На его месте будут проведены археологические раскопки. И только после этого пройдут работы по восстановлению моста. Ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года. После реставрации мост, как и прежде, останется доступным для пешеходов. В Игриме в честь 80-летия Дня физкультурника на стадионе школы номер один прошел ряд спортивных мероприятий. Одно из них – эстафета «Мама, папа, я. Спортивная семья». Инициаторами соревнований выступили молодежная организация «Спортсоюз», «Молодая гвардия» и «Айсберг». О любви к спорту и ярких эмоциях смотрите в материале Вероники Камельковой. День физкультурника – это праздник не только действующих работников и ветеранов спортивной сферы, но и всех любителей здорового образа жизни. В этот солнечный выходной на стадионе собрались представители ветеранов и молодежи, дети и родители, чтобы принять участие в празднике спорта. Я восхищаюсь семьями. Я второй раз вижу семью, которая участвовала в шахматах, теперь здесь. Я уверена, что такая семья самая крепкая, которая везде, всегда, вместе, в мероприятиях. Это дети будут просто замечательные, которые в своей жизни найдут себя, потому что все идет от семьи. В центре внимания – семейная эстафета. Некоторые из игримских семей пришли в полном составе. На этапе подготовки все участники были поделены на две команды. И вот на поле выходят сборные из нескольких семей – «Спортсоюз» и «Дружба». Сегодня им предстоит показать не только быстроту и сноровку, но и умение работать в команде. Мы на всех мероприятиях, на поселковых, всегда в полном составе, всегда участвуем в шахматах, везде. Мы такие активные семьи, всегда участвуем. Состязание – дело серьезное. И представители организации «Спортсоюз» обязательно проводят разминку для участников. А далее – самое интересное. На первый взгляд легкие и всем известные веселые старты превратились в куда более сложные и интересные забеги. Начинали с прыжков на мяче, продолжили бегом в ластах и хоккейной экипировке. А закончили преодолением самых настоящих полос с препятствиями. Команды бурно поддерживали своих участников. К слову, искренние эмоции и улыбки украшали лица и детей, и родителей. Последние же смогли доказать, что возраст не помеха веселью, спортивному азарту и детскому восторгу от подобных забегов. «Мероприятие нам очень понравилось. Очень рада, что у нас в Европе проводят данного рода мероприятия. Что ребята-энтузиасты, то есть вовлекают семьи. Нам все очень понравилось. Все позитивно и радостно. У меня сынок занимается на радость. Бокшем, к вам, к вам хожу на японский, на английский, чем раньше на футбол еще ходил. В общем, потому что мы спортивная семья. И на как будто раньше ходил на дзюдо». Результат соревнований стал неожиданностью. Обе команды смогли набрать одинаковое количество очков по результатам всех эстафет. Семьи были награждены подарками, работники сферы спорта – благодарственными письмами за помощь в организации праздника и участие в нем. «Поводом сегодняшнего мероприятия послужил сегодняшний праздник – День физкультурника, который празднуется уже как 80 лет. Тем самым мы хотели поздравить не только жителей Егрима, но и деятелей физической культуры. Те, кто плодотворно занимается ежедневно со своими воспитанниками. Тем самым мы хотели также и для семей, которые сегодня собрались, сегодня интересная эстафета прошла». Однако на этом физкультурный марафон не закончился. Рядом со стадионом на песке обосновались мужские и женские команды по пляжному волейболу. К слову, в процессе мероприятия зарегистрироваться и сыграть в эту игру могли все желающие. И по традиции ни один спортивный праздник не обходится без футбольных баталий между сборными молодежи и ветеранов. Спорт объединяет не только профессионалов своего дела, но и энтузиастов, общественников, любителей массовых мероприятий, а также укрепляет семьи и соединяет поколения. И Егрим это доказал. «Я вас поздравляю также с этим Днем физкультурника. Это замечательный, прекрасный праздник. И хочу, чтобы вот эта традиция оставалась всегда, на всю жизнь, в этом поселке, в нашем мире и везде. Потому что для спортсменов это единственный праздник, где они могут показать себя и просто отдохнуть». Вероника Камелькова, АТВ «Березова» и «Грим». Березовские спортсмены тоже отметили День физкультурника – футбольным матчем. Всего за первое место сразились три команды. По результатам матча первое место заняла команда «Ветераны», на втором месте команда «Молодежь» и третье место у команды «Виктория». Лучшим вратарем был признан Андрей Голованов, лучший защитник Франц Зацоев, ну а лучшим нападающим стал Владимир Кузьмин. В этот же день спортсмены выяснили, кто сильнее на баскетбольной площадке. Со счетом 46-23 команда «Юность» обошла команду «Ветераны». Лучшим игроком был признан Николай Усойцев. Женщины также вышли на поле. Участницы команды «Братство кольца» обыграли женскую сборную «Березово» со счетом 12-14. Лучшим игроком женского поединка стала Юлия Губанова. Также в рамках празднования Дня физкультурника состоялась эстафета ГТО. По ее результатам первое место у команды «Бокс», второе у команды «Футбол» и третье место у команды «СССР». А теперь небольшая информация о погоде в Березовском районе на предстоящую неделю. Эта неделя пройдет в большинстве своем под шум дождя. На территории всего района прогнозируются дожди местами с грозами. Периодически облачная погода будет сменяться солнцем. Но не так часто, как хотелось бы. В целом, температурный режим сдержанный. К концу недели в некоторых поселениях района воздух прогреется до плюс 21 до 24 градусов. Все новостные выпуски вы можете посмотреть в наших официальных группах «Березова.инфо» в социальных сетях. Более оперативно за новостями района следите в нашем инстаграм-аккаунте. Это вся информация на сегодня. В студии работала Эльфия Сенгатулина. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok